Юрий Александрович, недавно нашу республику посетила делегация из Калмыкии. Причем посещение вылилось в такой некоторый скандал. Потому что приехали калмыки с одной целью снимать Владимира Николаевича Штыгашева, председателя Верховного Совета Хакасии. Можете прокомментировать этот момент? Мне действительно не очень понятна цель вот этой делегации. Потому что понятие с точки зрения правовой «приехать и снять» такого возможности законодательно не прописано. Так бы ездили друг к другу и снимали. Это как бы странность определенная. Второе, ну не все, наверное, знают, делегация действительно не смогла участвовать в процедуре заседания Верховного Совета. Поскольку вопросов, с которыми они приехали, в повестке не было. Мы поэтому, в связи с ограничением пандемии в том числе, мы, кстати, там у нас не с районов не приезжают, мы не запускаем, потому что ограничения не запускаем. Поэтому они в зале не были. Но с одним из членов делегации, лично я и еще небольшая группа депутатов Верховного, встречались перед сессией. Мы подробно беседовали, выясняли, что нужно. Да, вот мы бы хотели, нас кто-то там пригласил. Кто вас пригласил? Ну, даже фамилию не стали называть, да, ради бога. Ну, как бы, мы знаем, даже через, по-моему, через вас проходило, кто там приглашал. Давали какие-то гарантии, что они там выступят. Ну, это некорректно, абсолютно неправильно давать вот такие за весь Верховный Совет гарантии. Поэтому мы объяснили, что, ребята, вот смотрите, нету проблем. Проблема-то в том, что, да, Владимир Николаевич выступил, там акцент может быть не совсем удачно сделан на проблемах, которые были во время Великой Отечественной у калмыцкого народа. Эта тема вот так была обозначена, и он дважды, сразу практически дважды извинился, уточнил свои акценты. Этому им показалось недостаточно. Ну, в заключение хочу сказать, что по итогам этой поездки, мы после этой поездки дали официальный ответ в адрес законодательного органа Калмыкии о том, что мы вот то-то, то-то провели, там-то, что Гадшев изменился, извинился. Это есть все в интернете, указали даже ссылку, где все это можно посмотреть. Очевидно, они таким способом хотели заполучить политические очки у себя. Абсолютно верно. Я об этом сейчас не сказал, но я это вижу, я сразу об этом говорил. Да, предстоят выборы. Выборы также государственные, но претендентов много, может быть, и села те, кто приехал. Сейчас будут это показывать. Что мы пытались? Да, 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 мы вот такие герои, мы решили. У них не все получилось. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.